Сегодня я стал побугаем для того, чтобы затроллить фласку. Помимо того, что я научился уничтожать все на своем пути, я получил несколько невероятных способностей. Например, одна из них заключается в том, что я могу создавать своих клонов для того, чтобы запутать фласку. Самое главное, что она не будет меня слышать. И получится ли у меня ее затроллить? Давайте проверим, но мы начинаем. Итак, ребятушки, как вы можете заметить, прямо сейчас я нахожусь в теле этого миленького маленького попугайчика в этом мире Майнкрафта. Просто посмотрите, как его трясет. Давайте-ка мы присядем на пол. И сегодня я стал этим попугаем для того, чтобы затроллить фласочку. Дело в том, что я получил несколько крутых способностей для троллинга. А как вы знаете, попугаи, они такие маленькие и бесячие. Итак, показываю, что я умею делать. Если что, а кто не знал, я попугай. Но в душе я дятел, поэтому я могу подойти и вот так вот сломать любой блок. И он именно ломается и выпадает. То есть этот блок не попадает ко мне в инвентарь, не уничтожается, а именно ломается. Помимо этого, я смогу садиться на голову фласочки, и она этого, возможно, даже не заметит. И мы попробуем использовать эту способность для того, чтобы ее затроллить. Ну и, конечно же, я попугай-ниндзя. Во, и, короче, умею теневых клонов создавать. Но это я вам покажу немножечко позже. К слову, я уже нахожусь рядом с деревушечкой, в которой живет фласочка. Вот ее домик, понавешала флагов. И давайте-ка мы ей проклюем где-нибудь дырку, допустим, вот здесь. Валера, Костя, я вам говорила, ко мне в хату не заходят. Че ты? Куда ты? Да иди давай отсюда и больше не заходи ко мне. Надоели эти жители, постоянно ко мне в хату заходят. Так, оба. Кеш, ну ты дурачок. Я не Кеша, я попугай. Кеш, верни обратно. Либо на шашлык пущу. Да какой шашлык? Я вообще втрою запить, Фиви. Один. Шашлык из попугаев не готовят. Два, все, я иду, я не буду насчитывать. Я тебя сразу кабину ломаю. Куда кабину ломает? А хорошо, что я умею летать. Ты уйди. Один раз, а ты умер. Иди сюда. Иди сюда. Да я же скину дерево. Так, ладно, давайте-ка мы припаркуемся к ней на голову. Главное сделать это беспаленно. Я тебя сейчас убью, я тебя найду, я тебя найду. И покалечу, я покалечу тебе. И тебя тоже покалечу, что ты ходишь? Ты на мою кровать позарился? Нет. Так, и вот это. Мне кажется, она заметила. Ой-ой-ой. Я тебя убью, я тебя убью. Все, пошел в жопу отсюда. Да я маленький, миленький попугай. Куда, в какую, туда не пойду. А ну-ка, так, оба, и садимся на голову. Все, слава тебе, господи. Хату я себе залатала, можно ложиться спать. Куда, куда, я теперь в ее волосах лежу сплю. Ладно, полежим вместе с ней. Надеюсь, она меня не заметит. Прекрасное утро, чтобы пойти и надрать этому попугаю жопу. Паук, 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 паук. Какой паук не нужен нам? Ладно, давайте-ка мы отсюда слезем от греха подальше. Все, спасибо, я накатался на ее голове. Нужно немножко поразбирать ее дом. Ну что это она понаделала? Клюем вот здесь, клюем вот здесь. Надеюсь, она не слышит. Ей же нравятся крыши, которые выглядят как сыр. Фласка сыр любит, поэтому здесь будет везде сыр. Во, прекрасный дом, я считаю. О, вкусно, повсено, я надыбал. А теперь у меня много-много еды. Так, создаем клона, все. Это все ты, Валера? Вот ты зашел в мою хату и просто-напросто разобрал ее, да? Да-да-да, это был Валера. Или, ой-ой, а мой клон. Я победила этого попугая. Так, прекрасно. Надо мне скрафхануть немного этого самого хлебушка. Да-да, победила. Так, а ну-ка, мне кажется, ей нужен еще один попугай. Оба. Так, где-то слышу свистит, зараза. Сейчас, погоди. Надо покушать и залатать мою... Ой, она меня увидела. Вон, вон он тут попугай. Так, давайте сделаем вид, что мы улетаем. И вот это типа мы. Лазала я себе крышу. Ёшкин ты кот. А вот ты где, собака сутулая. Еще плюс перья. Это хорошо, это отлично. Пошел отсюда. Какой же все-таки я хитропоп и попугай. Слушайте, а мне это нравится, а мне это нравится. Так, посмотрим, что она там делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Короче, ребята, рассказываю вам. У меня супер-гениальный протекшн-план. Я беру свой топорик, потом беру, добываю кучу дерева. Только где дерево? О, не понял. Так. А что это там? Что за Майкл Джексон попугая назад поп... Вот ты где жопа. Да-да-да. А что столько попугаев-то наплодилось? Где-то тут было. Ладно, фиг с ним. Мне нужно насобирать как можно больше дерева. Я хочу, короче, рассказываю вам. Скрафтите вертолет и улететь как можно дальше отсюда, чтобы тупые жители больше не спали на моей кровати. Что? Какой вертолет? Куда улететь? А где она вообще делась? Я ее потерял из виду. А, вон она. Так, бежит добывать, видимо, дерево. Давайте-ка мы, чтобы дилетать за ней, присядем филигранно ей на голову. Так, а ну, оба, все. Мы у нее на голове. Стоп, мы точно в голове? Мы, по-моему, в каком-то другом месте. А не, все нормально. Так, у меня в общей сумме 12 бревна. Я думаю, этого мне хватит. Ибо вертолет вроде бы не особо много рисует. Ох ты ж, шопа. Да, да, да. Ты как-то их много. Я не понял, откуда сок попугаев? Так, ладно, вылезем. И давайте вылетим через нашу дырдочку. А то сидеть у нее на голове как-то не хочется. Ёшкин, ты кот, ребята, короче. Мне нужно еще железо. Ну ты опять. Ой, ладно, иди в жопу, короче. Мне нужно железо, голем. Извини меня, конечно, братан, но мне нужно твое железо. Да, да, да. Так, о, можно сожрать это. Ничего не видел, ничего не знаю. Как-то само так получилось. Фу, надо поесть, а то я сейчас помру. Ну-ка, иди сюда. На, на, и на. Ой, а как это произошло? А никто ничего не видел. Хе-хе-хе. Странно, какая это магия. Такое ощущение, будто бы блоки тупо пропали. Наверное, этот голем все разрушил. И я тебе сейчас покажу, мне раки зимуют. Да, да, это голем. Это точно не вон тот попугай. Так, теперь мы с вами крафтим самолетик. Сейчас показываю крафт. Короче, сюда, это сюда, а железка вот сюда. И выходит у нас вот такой вот дэхтоплон. Так, она сейчас на меня смотрела. Надеюсь, она была на F5. Так, о, мы можем угнать ее самолет. Сейчас мы с вами, это, полетим. Только мне нужно все мои ресурсы собрать в мой сундучок. Сейчас, погодите. Да, 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 собирай. Так, а ну-ка, голова попугая полетели. Так, давай. Машина. Вернись, мои вещи, мой самолет. Ох, ты же что, под ручкой? Сундук, пойду. Сложно. Вылази, мой самолет. Блин, он плохо летит у меня, так ноги. Ноги висят. Господи, не могу. Угнали. Верни, верни. Я на него кучу ресурсов отдала. Ладно, вернем ей самолет. Давайте вылезем. Вот, припаркуем его здесь. Я тебя сейчас устрою, Кузькину матреху. Ходит сундуками в руках. Давай, давай. Ну ты, дурачок, ну вылези с моего. Голем решил угнать самолет в лазочке. О, ты что такой агрессивный? Ты что такой агрессивный? Слезай давай оттуда. Что все животные в этом мире или мобы, а не животные, хотят спереть мою кукурузину самолет? Самолет. Ребят, ставьте лайк, если помните, когда я за Голема угнал самолет в лазочке. Так, разворачиваемся и полетели. Куда, куда? Так, подождите, не надо. А куда? Она все уже летит, что ли? Ой, ой, ой. Так, так, на голову в лазочке надо припарковаться. О, все шикарно. Летим вместе с ней в далекие края. Не знаю, куда мы летим, но я чисто попугай-пилот. Да давай взлетаем. Давай, 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 давай. О, нам на ту гору. Давай, вверх. Куда нужно побольше тяги? Мы сейчас не долетим. Я говорю, как попугай-пилот со стажем. Куда, куда, куда? А как взлететь? Не понял, блин, тонем. Так, ладно, я вылазлю с головы в лазочке. Спасибо, мне вот это вот все ваши проблемы мореплавательские не нужны. У меня самолет сломался, давай. Ничего. Блин, я помог, но я не могу помочь. Давайте полетаем тут рядышком. О, надо сундучок спасти, мой с ресурсами. Он реально сломался. Ладно, самолет потом достану. Ладно, давайте ей покажем, что самолет у нас. Ты что летаешь тут? Как ты вообще в воду можешь залетать, странный попугай? Видишь, у меня сундук. Мне нужно самолет достать из воды. Так, вот он самолет, отдадим ей. Ты достал мне самолетик? На, поишь, в знак моей благодарности. Ладно, спасибо, так, ну все. Сделали одно доброе дело, а значит, можно продолжать пакостить. А ну-ка. Опа. Надеюсь, она этого не видела. Это вот этот сделал. Ё-моё, дверь, открой. Да это твою гуру. Сюда ставь. Где мое окно? Не понял. Сперли окно. Ладно, походу уже эти вандалы решили ко мне ворваться. Подумали, что я переезжаю. По итогу, что, утопил самолет, не понял, там был Кеша? Нет. Кеша. Иди ко мне, мой маленький. Кеш, 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 кеш. Да, 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 вот он Кеша. Это вот эти вот Кеши расфигачили все окна. Вот это они. Иди ко мне, мой миленький. Иди, и ты. За мной, за мной, и ты, давай. А что, столько попугаев-то? Это все мои клоны, что ли? Ой, еще один. Здорово, пацан. Здорово. Ё-моё, куда столько попугаев? Зачем она их всех привязала? Выгуливает попугаев. Эм, понятно. О. А что вы жрете? Сейчас найду. Я, если честно, не знаю, что они едят, поэтому на голову к флажке залезем. Так, ну-ка, печеньки будете, мои сладкие? Не понял. Какие печеньки? Это сыр, вообще-то. Походу, у них непереносимость лактозы. Понял, без печенек сегодня. Так, ладно, я вылазью с ее головы. Еще один попуг. Давай, Саня, давай. Не-не-не-не, не-не-не. No, 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 no. Ты какой-то подозрительный, мышленный. Иди сюда. Как она на крыше вове залазит? С ума, что ли, посходила? Вы, да, сладкий мой. О, да. Я для вас колоночку сейчас притащу. Какую колоночку она хочет им принести? Я что-то не понял немного. Ну-ка, давайте, пацаны, язык, что у меня есть. Я знаю, вы это любите. Я видела в тикитоках. А-а-а, милашки. Скрини, 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 скрини. Флексин попугай. Господи, не могу. Это так забавно выглядит. Так, ладно, все, убираем пластинку. Куда? Верни пластинку. Слышите, у вас какой-то брат вообще. Пацаны, жесть. Флексин дальше. Да куда? Не надо флексин. О, господи, тяжелый случай. Так, ладно. У флазочки стекол не осталось. Окон не осталось. Давайте-ка мы. Ладно, будем выключать пластинку. Да куда? Нет, верни. Иди, иди. Так, надо сделать скрин для своей телеграмм. Да-да, я скрин сделал для телеграмм. Да где моя... Где пластинка? О, пластинка. Опачки, флексин, пацаны. Еще я вас для телег... Я не понимаю. Давайте я в дом поставлю, что баги какие-то. Вот сюда вот поставлю, вот. Сейчас я хочу вас заскринить, мои сладкие. Давайте. Флексин, флексин. Блин, не флексин. Надо поближе к ним поставить. Опа, опа. Давайте. Сейчас скриню. Да я не могу заскринить. Это ты жопа с ручкой. Иди сюда. Ты будешь со всеми флексить. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Типа ни в чем не бывало. Я видела тебя. Давай. Во, молодец. Так. Еще, пацаны. Да. Это вот этот, вот этот. Да вот стопутняк, вот те вот жопошники. Откуда вас тут столько, я не понял. Все ко мне. Сейчас мы с вами будем делать скрин для телеграмм-канала. Идите сюда. Ага, жопа с ручкой. Ой, спалили. Я тебя вижу. Иди сюда. Так, техника подмены. Оба. Лети наверх, типа ты, это я. Ладно. Откуда их столько, я не понял. Сюда. Во. У меня целый дискач, походу. Ну а что, пацаны, поперло? Да куда ты? Так, мои сладенькие, все, дискотека окончена. Сейчас я вас покормлю. Сидите здесь. Да-да-да. Так, ладненько. Время их отпустить. Давайте, братья мои, летите. Вы свободны. Свободны. И фласочки надо еще вот здесь вот в домике немножечко попугов понаделать. Но сначала подождем, пока эти полетают. Ой, пацаны, куда вы? Ну что ты полетел? На, мой сладкий. Кусай, кусай. Кусай, моя сладкая жайка. Что такое? Накусай. Так, техника теневого клонирования. Поверя-поверя-поверя-поверя-поверя. А что вы все отцепились-то? Ё-моё, пацаны, обратно давайте. Да-да-да. О. Обратно, обратно. О, моя орда попугаев. Нифига себе. Это вы так расплодились, пока я вас покормила? А что, у меня уже на этих, на руках сидят два попуга. Нужно теперь мне сюда на голову. Во, три попугая на фласке. Выглядит эпично. Жесть, у меня никогда столько попугов не было. Чувствую себя 40-летней женщиной с кучей кошек дома. Но так у меня вместо кошек попугая. Ё-моё, пацаны. Чисто попугаи на погонах у фласки были. Она вообще... Посмотрите, как эпично это выглядит. Да и тебя покормлю, и тебя покормлю. О, три милашки на мне сидит. Какие заяцки. Всё, мы тут и будем сидеть, ё-моё. Пацаны, я так подумала, у вас что-то много, хот у меня маленькая. Нам нужно эту, самую большую жердочку на свете построить. Да, да, согласен, согласен. Вот и я того же мнения. Пойдёмте, нам нужно найти большой домик. Всё, я слезаю, что-то на голове фласки сидеть неудобно. Офигеть. И она их всех поприручала, а они теперь к ней телепортируются. Так, самый большой дом, пацаны, давайте. Давайте, короче, мы с вами захватим эту деревню, как вам? Всё, всё, это мои все клоны. И вообще, так как это мои теневые клоны, я их могу на одну кнопку убрать. А ну-ка, оп. Где мои попугасики? Они померли от того, что я их перегорвила. У меня депрессия третьей стадии. Какая депрессия, дед? Вот, я самый главный попугай, меня можно оставить. Вот он я. Оба, давайте сядем ей на голову, и когда она меня увидит, она обрадуется. У меня депрессия, что мне теперь делать? Я убила их всех своими руками. Перекорми. О, не понял, у меня два попуга и один на мне. О. Да-да-да. Вы типа выжили, и я их типа не кормил. О, зырки сидят. Сидим, сидим. Такие, так, ладненько. Вообще, чисто в теории, я могу сделать вот так, и будут появляться под ногами у неё попугаи. Не понял, а что это у меня тут эти попугаи спавнятся? Это что, может быть они не померли, может они телепортируются ко мне? Из рая? Да-да, именно так всё и было. Не понял, звучит как-то странно и подозрительно, что за фигня, это бред какой-то. Они головой вместе с ней крутят, это так забавно выглядит. Ну а теперь пришёл план захвата дома фласочки. Мы делаем побольше. Так, а ну, сваливай отсюда. Ты что на меня смотришь, ты тоже кушаешь хочешь? Сейчас, погоди, я его положу, сейчас покормлю, иди сюда. Не понял. Не хочу. Мне нужно как можно больше попугаев опять сделать дома у фласочки, а теперь подырявить весь дом. И тогда она будет подозревать всех попугаев на свете. Вы что хаваете мой дом, пацаны, ну вы что? Не, ну я, конечно, понимаю, но как бы, блин, я, 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 я жорика притащила, вот он. Да-да-да, они просто все явные, это такие попугаи, новый вид. Ну ладно, кушайте, мне вам ничего не жалко. Ой, господи, короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумный крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скрэйч, всем удачи и всем пока! Надеюсь, с ее головой после этого будет все в порядке.